Всем привет, дорогие друзья! Компания Яркий Автомаркет. Это яркие фотоновости, шумно вокруг, потому что мы находимся на фото-видеофесте и вас приглашаем сюда же. Мы будем здесь и радует вас своими прекрасными комментариями, но это лирика. Сегодня мы говорим о новостях, потому что они должны выходить. Итак, в этом выпуске компания Nikkei расскажет нам про цифрах, кто больше всего владеет рынком. Компания Fuji появились слухи о их новом объективе для среднеформатной камеры. Компания TT Artisan представляет свой новый полтинник 1.4 с асферическим элементом. Новый свет от компании Elinchrom и главной новостью станет новая порция слухов о флагмане Nikkei уже есть конкретные характеристики. Об этом мы поговорим, а также подведем итоги конкурса, который мы объявляли в прошедшем выпуске. Сегодня я с телефоном, но надеюсь вы меня поймете. Итак, начнем. Компания Nikkei посчитала, сколько процентов рынка владеет каждый бренд. Но тут конечно же сюрпризов не случилось. Больше всего бренда конечно же бренда Canon практически 48, практически 50 процентов. Рядышком с ним находится бренд Sony с 22 процентами, Nikkei имеет почти 14 процентов, а у Olympus 5,6 процента рынка, а у Panasonic 4,4 процента рынка. Стоит отметить, что это вообще шер по всему бренду, то есть это зеркальные и беззеркальные камеры, так что в принципе Canon чувствует себя достаточно вольготно. Хотя, напомню, по беззеркальным камерам они занимают по продажам второе место, уступая первое место ребятам из Sony. Ну что тут можно сказать? Canon немножко прибавили, Sony немножко прибавили, Nikkei на 5 процентов убавили, Fuji немножко прибавили, и Panasonic немножко убавили. Но ничего страшного, как бы рынок продолжает расти, так что надеюсь ребята из Olympus тоже в этот рынок подтянутся. Кстати, еще стоит сказать о финансовых отчетах, потому что компания Nikkei и Sony представили финансовые отчеты за прошлый семестр, по сравнению с прошлым годом, естественно, и у всех компаний есть выручка. Но это нормально, потому что прошлый год был совсем плохим. Если бы в этом году не было выручек, то все, можно было закрывать конторы. Шутка, конечно. Переходим к следующей новости. Компания Fujifilm, по слухам, готовится выпустить новый объектив для GFX системы 3570 со светосилой 4.5-5.6. Примечательный этот объектив тем, что, скорее всего, он будет складным. Ну то есть, как знаете, китовые объективы Nikkei, китовые там некоторые такие вот объективы складные, из-за этого он будет достаточно компактный. Вот на картинке вы видите, насколько он компактный, и это, конечно же, здорово. Также ожидается, что новая беззеркальная камера Fujifilm GFX 50 второй версии будет комплектоваться этим объективом, и весь комплект обойдется там грубо в четыре тысячи долларов небольшим. А это значит, что комплект среднеформатной камеры с объективом уже можно будет купить по стоимости обычной полнокадровой беззеркальной камеры. Это, конечно, не может не радовать. Так что ждем новых анонсов от компании Fujifilm. Компания TT Artesans представила свой новый объектив 50 миллиметров f1.4 с асферическим элементом. Компания Artesans представила свой новый объектив. Они говорят, что до 60 мегапикселей уже объектив будет разрешать. И это здорово для китайского производителя, при том, что объектив стоит 235 долларов на секундочку, а это немного. Объектив выполнен в классическом лейковском дизайне, то есть желтый цвет, белый цвет, все как вы любите, и будет выглядеть благородно на вашей камере. Что касается технических характеристик, то здесь 10 элементов в 8 группах, есть низкодиспрессионный элемент, есть, естественно, асферический элемент, это понятно из названия. Объектив будет иметь 49 миллиметров диаметра крышечки и будет доступен для Canon RF, Leica L и Nikon Z, а также, естественно, для Sony E-Mount. Скоро этот объектив уже будет в продаже. Как вы поняли, он не очень дорогой, соответственно, покрывает полный кадр. Ну, что еще надо для фото и для видео энтузиастов? Компания Elinchrom представила свой новый компактный импульсный свет, который называется Elinchrom The One. Ну, как можно понять, он сделал и для фото, и для видео, и большой его плюс со стороны в том, что он питается от аккумулятора, то есть он переносимый, он достаточно легкий и компактный, это очень здорово. По техническим характеристикам его мощность составит 131 джоуль, длительность импульса составит на максимальной мощности 1,5 секунды, что может быть несколько странным вариантом, но, тем не менее, оно есть. Есть LED-подсветка, который может менять свою цветовую температуру. Вы можете заряжать этот источник света от Powerbank, и это, кстати, здорово. И обратите внимание, что его сама лампа вспышка, она выходит немножко за самоустройство, что даст им более интересную работу с большими Octobox или большими зонтами. Также обратите внимание, что крепление похоже, очень похоже на крепление от прохода, и это в целом нормально, и он делает, по-моему, там около 700 вспышек на максимальной мощности от полного заряда, что, кстати, тоже очень хорошо. В принципе, устройство получилось неплохим, тем не менее, вас может несколько смущать его максимальная мощность, все-таки, 131 джоуль это не очень много, и длительность импульса, ну, как бы, не самая лучшая. Кстати, и там всего лишь 5 стопов регулировки, тогда как у прохода их примерно 9. Но, тем не менее, компания Linchrom показала свой новый продукт, он выглядит достаточно интересным. Если вы хотите какое-то компактное решение, и стоит он будет примерно там 800-900 долларов. Так что ждем этот продукт в том числе и у себя, выглядит он вполне себе хорошо. Ну и главной новостью, естественно, стали новые слухи про технические характеристики, про Nikon Z9. Про Nikon Z9 вы уже достаточно много знаете, это флагманская камера Nikon, которая должна уже скоро порвать рынок, что называется. Так что сейчас мы посмотрим, что же там новенького. 45 мегапикселей мы это все знали, разрешение, говорят, будет 8256 на 5504. Nikon Z9, это уже новая информация, сможет поддерживать скорость фото до 120 кадров в секунду, естественно, с меньшим разрешением, а также может даже поддерживать скорость записи в 160 кадров в секунду, пока не указано как. Скорее всего, будет новый GNSS, мы об этом говорили в одном из прошлых роликов. Также будет использована старенькая батарейка от Nikon Z6, ну как старенькая. Это отличная, хорошая батарея с большой емкостью, так что это хорошо. Напомню, у EOS R3 также используется батарейка от Canon 1DX. Будет принципиально новый автофокус, который будет реагировать до минус 7 в автофокусе, что здорово. 3D-трекинг, CF-экспресс, новый какой-то прикольный джойстик и так далее, и так далее. Но дальше ничего интересного. В целом, мы рады новым подробностям про Nikon Z9, потому что камера вроде как не выйдет в этом году, но выйдет в следующем году, и, естественно, мы ее также очень ждем. Давайте на сегодня мы закруглимся с новостями, потому что здесь достаточно громко. Я даже не знаю, слышите ли вы меня. Я надеюсь, слышите, потому что очень громко, и нам еще остается подвести итоги нашего конкурса. Напоминаю, в прошлый раз мы анонсировали конкурс на лучший комментарий, и в этот раз нам очень понравился комментарий, который вошел в мировые тренды по красивое. Про красивое это, конечно же, клевая штука, нам очень понравилась. Руслан, автор этого замечательного комментария, так что вам, Руслан, достается замечательный приз, штативчик Джоби. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Мы вынуждены закругляться, потому что просто банально, очень чумно, вокруг нас уже столпились большое количество людей, но напоследок я сейчас поменяю объектив и сделаю проходочку, чтобы вы тоже побывали здесь, в этом прекрасном месте, а еще, я надеюсь, мы смонтируем отдельное про это видео, но этого я обещать не могу. А пока оставляйте ваши комментарии, делайте всю социальную активность, которую мы так любим. С вами был Илья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok